Всем привет! Этот симпатичный двигатель выполнен из винной пробки, а точнее из пробки от шампанского. Так сказать пробковый электрический мотор. Он очень прост и сделать его дома может каждый. Для этого не понадобится хитрых запчастей, а главное найти хорошую пробку. Заметьте, что лучше двигатель получится, если пробка у вас будет большого диаметра. Такие двигатели получаются гораздо мощнее и удобнее в работе. Чтобы сделать станину для своего двигателя, я проделал парочку отверстий с помощью шила и отвертки в аналогичных пробках, чтобы между ними установить свой ротор. Ротор я засверлил точно так же, а точнее не засверлил, а проколол все тем же шилом. В качестве оси я использовал маленький кусочек радиоантенны. Он у меня остался после конструирования пушек. Чтобы сделать якоря электрического двигателя, я использовал обыкновенные канцелярские кнопки. Ну, может они не очень обыкновенные, но вот такие золотистые мне больше по вкусу. Я приколол их к винной пробке с четырех сторон, причем особо не заморачивался. Так, примерно крест-накрест. Получилась вот такая нехитрая конструкция. А дальше? А дальше я намотал на якоря медную проволоку. Я не стану показывать весь процесс, а покажу, что должно получиться. Никаких мудростей и хитростей в этом нет. После нескольких минут работы у вас получится вот такая вот незамысловатая конструкция. Итак, главная часть ротора у нас готова. А точнее мы изготовили четыре хороших магнитных якоря. Что такое якоря? Это электромагниты, которые будут впоследствии притягиваться к постоянному магниту под воздействием электрического тока. Я соединяю конструкцию на оси и проверяю, хорошо ли она вращается. Далее я соединяю обыкновенным мотком четыре вывода. Они будут объединяться в общий контакт, чтобы по ним, по всем четырем, пробегал ток. А вот с коллекторной частью придется немножко повозиться. Я смотал свободные концы и кончики проволочек хорошенько зачистил. Коллектор моего пробкового двигателя я организовал из торчащих крест-накрест проволочек. Как видите, это сделать совсем несложно. Обязательно проверьте, чтобы двигатель хорошо вращался на оси и его ничто не зажимало. Теперь необходимо изготовить вторую стойку, ведь двигатель на одной оси может уйти в разнос. Точно таким же образом с помощью отвертки я проделал отверстие в пробочке и всю эту конструкцию посадил на горячий клей. Пользоваться горячим клеем немножко удобнее, чем канцелярский. В качестве второй полуоси я использовал пастовый карандаш. Наконечник этого карандаша как нельзя лучше скользит, и поэтому для меня он наиболее удобен. Теперь двигатель готов, и осталось организовать щетки. Я проверяю, как маленький магнитик будет взаимодействовать с электромагнитами. Как видите, у меня это получилось довольно-таки неплохо. А теперь я с помощью проволоки и тех же канцелярских кнопок делаю щетки. Одна из которых будет подсоединена к общему выводу моего ротора, а на второй я организую коммутатор. Чтобы коммутатор не сильно тормозил двигатель, я использую маленький кусочек тонкой фольги. Ну, не совсем тонкой, это обыкновенная пищевая фольга. Я примотал ее к проволочке и пригнул эту фольгу так, чтобы она касалась контактов на моем импровизированном коннекторе. Или, так сказать, переключателе электромагнитов. Ну вот и все. Подключив батарейку, мой двигатель сразу завертелся. Теперь мой двигатель практически готов. Продолжение следует... Я изготовил несколько таких двигателей. Они, конечно, не все работали. Я показал только те, которые работают очень хорошо. А точнее один, потому что у меня всего один магнитик, и я хотел запустить сразу два двигателя. Но это не беда. Дома, у себя, вы сможете повторить этот нехитрый эксперимент и сделать электрический мотор. Пусть он будет из пробки, а может из дерева, а может из карандаша. Кто знает, на что подтолкнет вас ваша фантазия. Собрать такое нехитрое приспособление дома и порадовать своих детей вы, конечно, сможете. Это интересно и забавно. А также развивает у детей тягу к науке. Делайте, дерзайте, у вас обязательно получится. А на этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok